Всем добрый вечер! Это первая студия, как всегда, об актуальном. И в канун Дня работников агропромышленного комплекса будем говорить о развитии сельского хозяйства. К нам в студию пришел молодой фермер Хажат Ордах. Ордах, добрый вечер! С профессиональным праздником вас и хотела бы, чтобы вы рассказали о своем деле. Ну, я занимаюсь сельским хозяйством уже, то есть это у нас деятельность на протяжении поколений с поколений, то есть изначально все начиналось в 1995 году, то есть отец открыл хозяйство крестьянская Ордах, как раз накануне моего рождения. Честь меня назвали. То есть вас еще не было? Нет, я родился в 94 году, в 95 году, когда мне был годик, то есть открыли первое хозяйство, крестьянское хозяйство Ордах, Лебяжинском районе, и то есть по сегодняшний день это хозяйство действует. Я с детства, то есть сам рос в деревне, у меня вся жизнь как бы с рождения, я в этой сфере кручусь, то есть с самого детства, то есть как я начал уже ходить, двигаться, отец всегда брал с собой, и я рос среди этих животных, среди всей этой деятельности. То есть у вас как бы уже и выбора другого не должно быть, да? Да, то есть если брать вообще всю хронологию, то историю семей изучать, то есть еще дедушка, прадедушка, все в то время, когда вот еще до Союза, они занимались именно животноводством, да, и то есть это как бы, как говорят наши родители, то есть это в нашей крови, в генетической. Зов предков, так сказать. Да, и вообще сама деятельность сельскохозяйства, я считаю, это не работа, это образ жизни, то есть нельзя просто так работать, надо жить, болеть этим, потому что это как бы ежедневная работа, то есть нельзя там коровам никогда не объяснить, что у тебя выходной, у тебя там праздники, еще что-то такое, да, и надо любить это деятельство, то есть без вдохновления, без любви к этой работе, то есть у тебя работа не будет идти, я считаю так. С другой стороны, вы вот как бы с детства работали, получается, на селе, это все видели, вот эти все тяжелый этот труд, да, и в принципе могли передумать, могли как-то в другую сеть уйти. Ну, наверное, ну лично я, у меня такого сомнения не было, то есть у меня какая была история, я рос в деревне, учился в деревне, с 9 класса переехал в город, в городе школу окончил, то есть там не было должного образования в деревне, почувствовал. В городе закончил, поехал в Астану, получил там высшее образование. Образование профильное получили? Нет, я финансист по образованию. То есть вы уже немножко и бизнес, да? То есть да. Вы снова получили? Ну, профильное образование я больше получил на практике, то есть в плане ветеринарии, зоотехнии, агрономии, это все как бы годами за счет практики научились этому все. Ну и, конечно же, ежегодно пытаемся повышать свои знания, то есть обучаться какие-то, семинары проходим, другие хозяйства ездим, обмен опытом. Ну, самый большой опыт, то есть я считаю, это на практике, то есть когда ты попробовал, на ошибках учишься, на ошибках других учишься, и то есть за счет этого пополняешь свой багаж знаний и получаешь огромный опыт. Сейчас чем руководите? На сегодняшний день работаю директором того, крестьянская жанакала. То есть это у нас в нашей семье, то есть есть два профиля, это вот животноводство, именно мясное направление, это вот крестьянская зардах, да, о которой я сказал. Это откормочная площадка? Это мы занимаемся у нас репродукторство, и тангус по голове, лошади и бараны. То есть племяное по голове. И второе направление – это молочно-товарная ферма и растеневодство. То есть я непосредственно занимаюсь молочно-товарной фермой и растеневодством. То есть у вас такой прям кластер, да? Да, то есть кластер мы разделили на две стороны, то есть и как бы независимо два хозяйства ведем. Да, я занимаюсь непосредственно молочно-товарной фермой и растеневодством. Расскажите о своей ферме. Наша ферма Токхажа Накала, она образовалась в 98-м году, то есть уже на протяжении долгих лет она существует, развивается. То есть оно начиналось там буквально с 20-30 голов, и постепенно-постепенно наша семья, то есть родители, они… Да, это же как-то было на съемках, когда там еще не было даже базы. Да, то есть на сегодняшний день у нас стоит около 700 голов дойного по голове. То есть действует две молочные товарные фермы, одна на 600 голов, которую буквально 3 года назад мы ввели, и вторая на 320 голов. То есть мы не закупаем скот, годами свой скот выращиваем за счет того, что поставили свою работу, и за счет своего поголовья вот наращиваем свои объемы на сегодняшний день. Есть еще, да, куда расти? То есть, да, на сегодняшний день у нас есть куда расти, то есть мы еще не вышли на всю производственную мощность стопроцентную. Сколько производственной мощности? Ну, у нас производственная мощность позволяет до 1000 голов держать дойного по голове. То есть на сегодняшний день мы держим только 700 голов дойного. То есть это зависит от по голове. Ну, ежегодно, конечно же, это пополняется. Да, это вот вся проблема вот сельских хозяйств, именно молочно-товарных фермах, да. У нас в Казахстане нету поголовья, недостатка поголовья. Любая ферма, она получается, есть понятие такое, зоовет-брак. То есть ежегодно, если 20-25% вот этого фуражного, дойного поголовья будет уменьшаться, это нормально, то есть там корову ногу сломают, во время отелов какие-то проблемы, еще что-то там бывает. И за счет этого каждая ферма, она пополняет свое поголовье за счет своих же нителей, то есть телят выращивают от выращивания телят, нитей, и то есть оборот идет постоянный. На сегодняшний день многие фермы, которые открываются с нуля, они закупают скот, закупают скот с Европой. У нас был такой опыт, мы пытались купить Германию, но там такая ситуация произошла, что партия зеленых в Германии, то есть мы поехали, выбрали скот, уже хотели завести, когда вторую ферму запускали, и вот эта партия зеленых, они просто отказали, то есть сказали в Казахстан, мы не дадим разрешения отправлять. То есть после этого мы решили чисто свою спаду. И вы остались тогда без очередной партии, да, получается? Да, и мы пришли к тому мнению, то есть у нас есть уже определенная база своя, то есть поголовье, мы настроили кормление, настроили ветеринарию, зоотехнию, то есть сделали анализ и думали, пришли к тому, что будем выращивать свой молодняк, развивать и на этом наращивать свое поголовье, то есть без лишних. Ну у вас в любом случае племенное поголовье, правильно? У нас племенное поголовье, да, обязательно. Вот как вот это поддерживает статус именно племенного поголовья? Первое основное, ну изначально сам скот должен быть племенным, то есть либо это кто-то должен завести, то есть племен в паспортах. Вот у вас с чего начиналось вообще? То есть в 98 году уже было какое-то определенное племенное поголовье, то есть были такие моменты, когда мы покупали по 50, по 100 голов, изначально племенные поголовье мы завозили, то есть в других хозяйствах, да, и ежегодно мы, то есть за счет того, что вот воспроизводство, понятие, мы закупаем молочные товары, фермы, они все воспроизводства идут на искусственное семенение, то есть мы быками ничем не пользуемся, искусственно. Мы закупаем семя, то есть из Европы, из Германии, из Польши. Вот опять-таки закупаете его не в Казахстане. Не в Казахстане, потому что у нас в Казахстане нет должного генетики, и мы берем оттуда генетику, то есть мы выбираем быка, то есть хороший бык, историю изучаем, то есть мать какая была, бабушка, прабабушка, до трех поколений полностью изучаем, то есть все, у него генетика полностью позволяет для наших этих условий, то есть для нас это устраивает. Мы берем вот это семя и этим семенем осеменяем наш племенной скот, то есть в результате мы получаем уже более лучший генетику. Но ведь для этого нужны очень хорошие зоотехники, ветеринары. Вот самая основа молочного товара фермы, это, наверное, заключается в самом первую очередь, я считаю, это кормовая база. Второе, это зоотехнические ветеринарии и плюс воспроизводство. То есть вот эти четыре фактора, если мы полностью закрываем, то есть можно ферму держать, то есть можно привезти скот, ее содержать. Содержание на сегодняшний день, то есть тоже уже много чего можно купить, оборудование, технику, то есть устроить комфорт коровам, но ее надо правильно кормить. То есть ее правильно кормить, рацион составить. Этот рацион прям... То есть там научный подход же везде? Да, обязательно. То есть, я расскажу так, если подетально рассказать. Вот корова телилась, у нее есть определенный период, когда после отела корову надо восстановить, ее восстанавливаешь, и после отела корова должна продавиться 305 дней, то есть в лактационном периоде у нее есть 305 дней в год. Если корова принесет одного теленка, это считается рентабельно. То есть мы должны к этому показателю выйти. То есть корова телилась, 35 дней мы ее отдаили, и через 2 месяца, 35 дней мы должны получить нового теленка. Отдыхает буквально 2 месяца? 2 месяца, да. То есть сервис период у нее выходит 2 месяца. Для этого после отела буквально 40-60 дней мы ее за этот период должны раздавить, восстановить полностью здоровье коровы. Потом приступает работа ассиминатора. Это вот самая на сегодняшний день, наверное, перспективная работа в сельском хозяйстве. То есть я вот так считаю, потому что таких кадров очень мало. Вот где берете кадры, как-то хотел задать вопрос такой. Потому что очень многие жалуются, что нет у нас кадров. Да, вот в этом мы тоже столкнулись с этой проблемой. И мы обучали своих, то есть те же местные жители, которые в делении, более-менее нашли, которые умеют, 2-3 человека путем проб, обучений. Куда-то отправляли, да? Да, и отправляли, и приезжали люди, получается. На сегодняшний день мы закрыли этот вопрос. То есть как бы на будущее, конечно, нужны будут люди. На сегодняшний день, да, вроде сейчас как бы закрыли. Есть кадры определенные, да, у них есть хорошая заработная плата. То есть мы их заинтересовываем заработной платы. И их обучили, то есть работать с УЗИ-аппаратами. То есть это обязательно. То есть искусное осеменение. То есть у вас есть УЗИ-аппараты, да, оснащение? Да, у вас такая, получается, чтобы мы получить теленка, мы не ждем, когда корова, там, у нее будет этот период, когда ее можно осеменить. Мы это все подводим, то есть научно. Вот 40 дней она, 40 дней прошли, вот после отела, мы смотрим, ветврач проверяет ее, у нее все нормально. То есть здоровье все позволяет, можно осеменять. Специальные гормональные препараты используют. За счет этих препаратов у нее вызывают охоту, и потом определенный цикл, срок уже есть, определенные протоколы, как это работать. То есть у вас на молочной ферме прям такой научный подход? Это, я считаю, в любой молочной ферме. Без этого молочная ферма не должна действовать. Вообще, когда вот идея пришла создать, открыть молочную ферму, куда-то ездили, изучали опыт? Ну, эта идея была еще не моя, то есть родители, они еще начинали, работали до меня, я уже пришел на действующий бизнес. Да, как бы и на сегодняшний день. Да, я ездил куда, по нашей стране, то есть крупные фермы есть, это в Актюбинской области, Айс, здесь в Паводарской области, там передовики наши, это вот Косицына, Галицкая и еще там многие фермы. Потом ездил в Европу, в Германии, в Голландии, то есть фермы изучал там тоже, был опыт. Чем отличаются в Европе фермы от наших? Ну, это совсем другое, то есть там, во-первых, климат другой, там сервисы другие. Там они из малого берут большее количество объема, то есть держат там одна ферма, у нее 200 голов, отец с сыном, там еще 2-3 человека, все, им этого достаточно. То есть у них сервис хорошо развит, то есть корма заготавливают, отдельная ферма консалтинг, типа устраивает. Ветеринары, они позвонили, вот утром корова заболела, они позвонили, ветеринар приехал, посмотрел. То есть своего в штате ветеринара? В штате ничего не делают. У нас этот сервис еще не развит, то есть у нас такого даже нету. Поэтому нам приходится держать в своих всех. И там маленькие фермы, которые я был, они там до 200 голов, до 100 голов, то есть такие вот. И у них дают в основном роботы. То есть у нас как бы дают... У вас как? Сколько людей вообще трудоустроено на ферме? На сегодняшний день работает около 80 человек, то есть на ферме. Это все жители села? Да, в основном все жители села. То есть можно сказать такое селообразующее предприятие? Можно даже так сказать, да. То есть именно занимается с животным водством около 40 человек, наверное, остальные там работают на поле. Ну как бы это кластерно все. Но вообще проблема есть с доярками? Проблема есть, да. Проблема постоянно, текучка вот именно со скотниками, вот как говорится. Доярки, мы убрали это понятие доярка, это оператор машинного доения. То есть у нас машинная дойка, коровы, называется елочка. Да, система такая, да? Да, елочка, да. То есть это тоже с Германии оборудование, фирма Гея установили, две фирмы. Доярка проблема постоянная. Ну вот текучка в таких кадрах. То есть основных специалистов, и в основных специалистов тоже бывают проблемы, но как бы охотимся. Почему вам не сделать тогда тоже роботизированную технику? Я знаю, насколько в Успенском районе уже готовится открывать такую именно молочную ферму. Ну это, получается, это заново инвестиции новые. То есть этот робот стоит не дешево. То есть если строить новую ферму, конечно, я бы пришел к этому, чтобы я бы хотел, чтобы у нас были бы роботы. И в планах вообще есть? Но есть один нюанс, даже вот с этой техникой, оборудованием, которое у нас сейчас стоит, это вот мы вот называем вот этот доельный зал, елочка, он как автомат-калашик безотказный, то есть он там минимальный, у него вмешательство надо, и он работает. То есть механизм как бы такой простейший? Да, простейший, он работает как бы и все. И если поставим роботы, я боюсь, что у нас не будет сервиса. У нас основная проблема, вот с чем я постоянно сталкиваюсь, это сервис в плане даже вот этих вот доельных залов, в плане оборудования, содержания коров также. Имейте в виду ремонт, обслуживание? Да, вот есть один негатив с моей стороны, это вот именно вот тем продавцам, которые продают, будь это техника, будь это оборудование, продать продадут, а потом проблемы с сервисом. То есть у них не хватает грамотных специалистов, которые могут дать ума. То есть даже вот это оборудование, которое мы сейчас имеем, мы его не можем использовать на те 100%, которые у него возможности, потому что просто они не могут настроить его. Весь потенциал, да, используя? Весь потенциал не может, потому что они не могут настроить его правильно. Хотя есть гарантийные обязательства, да? Есть, да. Они просто не могут. Вообще, государство вам чем помогло? Государство, в первую очередь, они субсидируют нас, очень хорошо субсидируют. Также у нас основное это реализация молока, то есть мы инвестпроект построили, в первую очередь они нас субсидируют, мы реализуем молоко, они нам определенную сумму, набавку к цене дают. Также инвестсубсидии есть понятие такое, то есть покупаем технику, 25%, если это импортное, то есть 30% сейчас поставили, это если наше, то есть вы всегда ощущаете, да, поддержку? Да, мы практически живем за счет этих субсидий, потому что вот именно в этом году мы столкнулись с такой проблемой, что засуха была, потеря урожая. Вот как раз ты хотела спросить о кормах. Корма мы заготавливаем, вот у нас основной этот фронт кормления это вот силы. То есть это кукуруза? Кукуруза, да, носилась заготовка. Кукурузу очень сложно выращивать без полива. Без орошения. Без орошения, да. То есть мы выходим за счет орошения, то есть мы построили орошение и берем хорошее урожение за счет орошения. Но это у вас свои земли? Как бы все, да? Да. То есть и также практикуем его как бы без орошения сеять, но в этом году вообще ничего не получили, то есть на Богоре там, если так сказать, без орошения. Ну вот сейчас в зимовку входим, как у вас будет? Ну, потому что собрали корма, заготовили. Есть, да? То есть не тот план, который планировали, но на год нам как бы. Ежегодно мы заготовали двухгодовой план. С запасом? Да, с запасом. То есть всегда вот кормовую базу мы старались сделать на два года, чтобы буквально... За счет того, что мы в прошлом году заготовили корма на два года вперед, то есть в этом году за счет того урожая, который получили, только за счет орошения, то есть на Богоре намеке не было. Есть свой запас, да? Есть свой запас, и за счет этого мы выходим. Если бы не было того запаса в прошлом году, то сейчас бы тяжело было. Потому что многие сейчас говорят о том, что режут скот очень сильно, нет цены на мясо. Вот это вторая проблема, да. То есть все подорожало. ГСМ подорожал, зарплату пришлось поднять из-за того, что все в магазинах, на прилавках все подорожало, то есть людям тоже жить надо. Запасные части те же самые, все подорожало. Технику если купить, то тоже импортная техника, охота покупать хорошую технику, чтобы она работала производительно. Вы как молодой именно фермер, предприниматель, вы какое ощущаете поддержку от государства? Есть какие-то льва, льготные кредиты именно как молодому? Ну вот все эти проекты, о которых я сказал, то же самое мы участвовали ферму, 3 года назад, которую запустили, мы запустили ее за счет господдержки. То есть государственный проект был, программа АРС называется, через аграрный кредит корпорации, это деньги нацфонда, то есть они нам на 10 лет дали под 6% сумму, до миллиарда, мы около миллиарда взяли у них и построили эту ферму. То есть без этого льготного кредита мы бы не построили, то есть это большие инвестиции своими средствами. Также технику покупаем тоже за счет лизинга. Вот недавно программа заработала в Каза Агрофинансе, тоже под 6% дают без первоначального, то есть очень хорошая поддержка. То есть сейчас можно купить технику, те же комбайны, на уборку. То есть пользуетесь всеми вот этими предложениями? Да, обязательно. За счет вот этих вот кредитов, за счет этого мы и развиваемся. А какую вообще еще поддержку хотелось бы вам ощутить именно от государства? Ну, как бы вовремя выплачивать субсидии, чтобы, да, процентная ставка. Есть такой момент, то есть тоже Каза Агрофинанс, когда, например, у них есть такое понятие, они кредитуют, у них там 20-21% своя ставка идет, потом мы у них берем этот кредит, потом подаем заявление на субсидии, то есть заявку на субсидию подаем. Эта процентная ставка, она субсидируется за счет государства, и в конечное нам выходит около 6%. То есть вот этот момент, механизм очень сложный, такой проработанный, и иногда даже бывают такие моменты, когда бюджет не закладывается вовремя, и даже в этом году мы столкнулись с такой проблемой, то есть когда Агрофинанс он звонит, говорит, у вас идет просрочка, почему мы же заплатили свой процент 6%? Они говорят, бюджет не сформировался, управление не успело закинуть деньги, мы вас высвели на просрочку. То есть вот эти моменты, мы ощущаем вот эти проблемные моменты. Вы сейчас сказали, что реализация молока, а саму переработку не досматриваете вообще? Пока нет, для переработки это нужны объемы, то есть мы на те объемы еще не вышли, и перерабатывать тот объем, который мы сегодня производим, я не вижу смысла. А где реализуете молоко? Молком, сейчас работаем с фирмой Молком. Как вообще дальнейшие планы? Как вы себя видите? Ну, как я и сказал, это образ жизни мой, то есть сельскохозяйство, я вот как бы всю жизнь решил посвятить этой деятельности. Не было разочарования, какого-то желания уйти, там другой бизнес, более легкий? Ну, нет, не было такого. Ну, иногда, конечно, бывает трудно, когда там что-то не получается, есть бывают мысли, но все же я люблю, не знаю, я просто вот люблю находиться в деревне, люблю заниматься, то есть это как, для меня это как стратегия в реальном времени, то есть если в детстве мы играли всякие разные стратегии игры, а тут вот в реальном времени, то есть каждый день ты думаешь, что можно создать, что можно сделать, как можно какие-то проблемы решить, то есть это интересно как бы ежедневно. Ну, вот ваше такое видение стратегическое вашего бизнеса, какое? Ну, на сегодняшний день это что? Это увеличить объемы, то есть действующие предприятия, как бы увеличить поголовье, увеличить надое, да, также сейчас упор делаем на земледеле, то есть, ну, вот мы, конечно, очень сильно пострадали в земледеле, то есть также мы вот сейчас закупаем новую технику, земледеле агрономию именно разве, и я вообще вижу будущее за орошением, то есть, да, если вот нам повезло, мы находимся недалеко от Иртыша, и есть возможность сюда расширять орошение, но орошение, видите, вот наша молочная товарная ферма, у нас именно, если у нас есть кормовая база, то мы можем дальше развиваться, да, и нет кормовой базы, смысла нет дальше, потому что мы завтра эту корову не прокормим, то есть не получим... Обязательно должна быть вот эта цепь. Да, да, то есть если мы будем уверены, что если у нас будет на год, там на два у нас хватает силоса для нашего поголовья, то есть те же фуражи у кормов, то есть мы можем тогда развиваться дальше. Антах, у вас сегодня есть возможность поздравить своих работников, коллег с профессиональным праздником? Да, поздравляю всех с праздником, да, Днем Сельхозника, очень тяжелый труд, да, чтобы хороших урожаев, хороших надоев, да, хорошего воспроизводства, как говорится, поголовья, да, и хорошего здоровья, чтобы было силы работать. У вас очень нелегкий труд, но радует, что вот молодые приходят и работают на этой Ниве. Еще раз с праздником, всех вам благ, наш эфир подошел к концу, встретимся на телеканале Иртез. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова